Пару лет назад семья Сергеевых обзавелась новым другом. Надежды на простой уход за четырехлапым любимцем развеялись практически сразу. Красноухая черепаха Томас оказалась на редкости активна, требует постоянного внимания и особых условий содержания. Например, наличие ультрафиолетовой лампы. Черепаха просится на руку, он реально просится на руку. Его таскаем по квартире, подносим к окну. Он любит смотреть в окно, он любит сидеть на руках, он любит ползать по кровати. Он очень сильно любит бегать, прыгать, скакать. Нас не боится. То есть, черепаха какая реакция? Спрятать, сныкаться. А тут получается так, что он просто любит нас. И мы его тоже любим. Получить консультацию об уходе за питомцем семья пришла в Самарский зоопарк, где живут 30 видов этих присмыкающихся из Китая, Таиланда и Америки. Средняя продолжительность жизни заморских особей 60 лет. А вот местная болотная черепаха способна прожить вдвое больше. Впрочем, продолжительность жизни этих животных зависит от качества ухода за ними. Ни в коем случае нельзя поступать так, как говорил кот Матрос, шарику, чтобы вместо тебя лучше дядя Федор завел черепаху в коробочке. То есть, вот такие условия ни в коем случае не подходят для черепахи. Свободное содержание по квартире. Как и любое другое животное, черепаха требует определенных условий содержания. Если их не соблюдать, к сожалению, черепаха начинает болеть и это заканчивается плачевным. В мире насчитывается 328 видов черепах. Это одно из самых древних животных, которое уже превратилось в тотем, символизирующий мудрость, богатство и процветание. В начале 21 века американское общество спасения черепах забило тревогу. Число особей стало резко сокращаться. Чтобы переломить ситуацию, был учрежден Всемирный день черепах. Он отмечается в конце мая. В Самарском зоопарке в этот день горожанам рассказали об основных правилах ухода и показали, как их нужно кормить. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Мария Левина, Николай Сидоров. Продолжение следует...